Вопрос. Паломник остановился в Арафате и совершил обход Ифада. Вышел из-за храма, потом направился в Муздалифу, чтобы бросить камешки. Верно ли его паломничество? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, все ученые единодушны, что обход Ифада является одним из столпов хаджа, без которого паломничество не будет верным. Но они высказывали разные мнения о начале времени обхода. Ханафиты и Маликиты говорят, что время обхода Ифада начинается с утренней зари в день праздника жертвоприношения, и до этого времени Тауаф верным не будет. Ханафиты сказали, что касается времени Тауафа, то оно начинается со второй утренней зари в день праздника жертвоприношения. Между нашими сподвижниками нет разногласий по этому вопросу. Даже более того, до этого времени совершать его нельзя. Асяуи Мазаб Маликитов сказал, «Его время, то есть время тавафа и фада с утренней зари в день праздника жертвоприношения, и до этого времени он верным не будет, как и Акаба, то есть обряд бросания камешков в джамрату Акаба не будет верным до этого». Шафииты и хамболиты считали, что он будет верным, если совершается после прохождения половины ночи на день жертвоприношения. Ан-Науида, помилует его Аллах, Мазаб Шафиитов, сказал, «Время бросания камешков в джамрату Акаба и время тавафа и фада начинается со второй половины ночи на день праздника жертвоприношения при условии, что стояние на Арафате было совершено ранее». Сбревание волос, если мы говорим, что это одно из действий в паломничестве, схоже с бросанием камешков и тавафом. Если же нет, то его время не начинается без совершения обряда бросания камешков или обхода вокруг Каабы, а Аллаху ведомо лучше. Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал, это Мазаб Хамбалитов, «У этого тавафа два времени, предпочтительное время и достаточное время. Что касается предпочтительного времени, то это день жертвоприношения после бросания камешков самого жертвоприношения и сбревания волос. Что касается дозволенного, то его начало – половина ночи на день жертвоприношения. Это мнение о Шафии. Поэтому, если этот паломник совершил таваф и фада после половины ночи, то его обход будет верным в соответствии с Мазабами Шафиитов и Хамбалитов. Половина ночи определяется подсчетом времени между закатом и утренней зарей и делением их пополам. Если он совершил таваф и фада перед половиной ночи, то его обход не будет верным в соответствии с единогласным мнением всех ученых. Иттифак. Его паломничество не считается завершенным, и он не считается тем, кто вышел из-за храма полностью. Поэтому он обязан совершить таваф и фада вновь. Во-вторых, что касается ночевки в Муздалифе, то это обязательная составляющая паломничества у большинства ученых. Другие ученые считали ее столпом паломничества. Меру обязательности ученые видели различной. Шафиты и Хамбалиты считают обязательным нахождение в Муздалифе хотя бы мгновение, но при условии, что это произойдет во вторую половину ночи после стояния на Арафате. Пребывание и остановка, по их мнению, не являются условиями, и достаточно даже просто пройти через Муздалифу. Если кто-то покинул Муздалифу до второй половины ночи, но вернулся туда до утренней зари, то такой человек ничего не должен. Он совершил обязательное. Если же человек не вернулся после наступления второй половины ночи и до утренней зари, то он будет должен совершить жертвопроношение, как гласит более верное мнение. Что касается хамбалитов, то они считают стояние в Муздалифе после появления утренней зари и до восхода обязательным, уаджиб. Паломник должен находиться там в это время хотя бы мгновение. Если он не стоял по уважительной с точки зрения шариата причине, то он ничего не обязан искуплять. Уважительными причинами являются, например, слабость, болезнь, боязнь толпы для женщин. Если же он покинул Муздалифу до этого без уважительной причины, то он должен во искупление совершить жертвопроношение. Очевидно, если он успел, вернувшись, простоять в Муздалифе до восхода, то искупление отменяется. Маликиты считают, что обязательно, уаджиб, пребывать в Муздалифе такое время, которое затрачивается для того, чтобы расположить лагерь, даже если на самом деле лагерь и не располагается. Если человек до появления утренней зари не оставался в Муздалифе в течение времени, которое затрачивается на разбивку лагеря, то если у него не было уважительных причин, он должен во искупление заколоть жертвенное животное. Если же уважительная причина у него была, то он ничего не должен совершать. Таким образом, если этот паломник не направился сначала в долину Муздалифа, но совершил обход Ифада во вторую половину ночи, а после вернулся в Муздалифу и прошел через нее после наступления второй половины ночи, то в этом случае он ничего не должен искуплять. Если же он не пошел в Муздалифу после Тауафа по причине, которая дозволяет ему не оставаться в Муздалифе, например, из-за болезни, которая не позволила ему остаться с ночевкой там, то он также не должен совершить искупительные действия. Если же уважительных причин у него не было, то в этом случае он во искупление обязан совершить жертвоприношение. Аль-Халтебу Щербини и сказал, что касается того, у кого была уважительная причина, как это будет сказано о ночевке в Мине, то он точно не должен совершать жертвоприношение. К уважительным причинам относят следующее. Если человек прибыл на Арафат ночью и стоял там, кто направился с Арафата в Мекку и совершил обход, являющийся столпом паломничества, и упустил момент стояния. Аль-Азруи сказал, этого паломника сравнивали с тем, кто не смог пойти в Муздалифу, то есть не смог сделать это без трудностей. Если же он мог там быть без каких-либо трудностей, то он должен совершить обе обязанности, ночевка в Муздалифе и Тауаф, являющийся столпом паломничества. Это очевидно. Также к уважительным причинам относят ситуацию, когда женщина опасается начала менструации или послеродовых кровотечений и спешит в Мекку для совершения Тауафа. Шейха Ибн Усеймина, да помилует его Аллах, спросили, каково положение ночевки или пребывания в Муздалифе? Он ответил, тот, кто не пребывал в Муздалифе, ослушался Аллаха и его посланника. Ведь Всевышний Аллах сказал, а когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в заповедном месте. Заповедное место – это Муздалифа. Если паломник не ночевал или не пребывал там, он ослушался Аллаха. А также ослушался посланника салиллаху алейхи вассалям еще и потому, что пророк салиллаху алейхи вассалям ночевал там и сказал, берите с меня пример в совершении ваших обрядов паломничества. Он не позволил оставить пребывание Муздалифе никому, кроме слабых. Им он дозволил покинуть Муздалифу в конце ночи. Такой человек, который не оставался в Муздалифе, как сказали ученые, должен совершить жертвоприношение в Мекке и раздать мясо местным беднякам. В-третьих, если этот паломник совершил обход Ифада, после вышел из-за храма, то есть сбрил волосы или укоротил их, облачился в сшитую по контурам тела одежду, то он ничего не должен совершать. Частичный выход из-за храма наступает после совершения двух действий из трех – бросания камешков, сбривания или укорачивания волос, обхода вокруг Каабы. Если он совершил обход, а после облачился в сшитую по контурам тела одежду до сбривания волос или укорачивания их, то он совершил запретное действие. Однако если он не знал об этом, то искупительные действия совершать он не обязан. Это касается и ситуации, когда человек, по незнанию, считая, что он уже вышел из-за храма, умастился благовониями. Аллах знает лучше.